Технология ремонта вмятин без покраски. Небольшие повреждения кузовных элементов – не редкость. Как и зачастую бывает обидно, когда из-за небольшого по площади дефекта, не нарушившего целостность лакокрасочного покрытия, приходится перекрашивать всю кузовную панель целиком, оплачивать арматурные работы, расходные материалы, работу маляра и колориста. Неужели нельзя обойтись неким локальным ремонтом без покраски? Оказывается, можно. Технология ремонта вмятин на кузове автомобиля без повреждения лакокрасочного покрытия успешно заняла свою нишу в автомобильном бизнесе. Владельцам авто особенно понравилась эта технология. По-английски ее название звучит как «Paintless Dent Repair». Во-первых, не нужно перекрашивать деталь, имеющую банальную вмятину, которая портит внешний вид. Во-вторых, не требуется томительных ожиданий. Весь ремонт по технологии занимает около часа-полутора. Технические центры берут на вооружение данную технологию и с успехом применяют ее, нередко дополняя имеющиеся традиционные технологии ремонта кузова, тем самым повышая качество кузовного ремонта на выходе. Надо сразу отметить, что технология эта имеет свои особенности, и без предварительного обучения овладеть ее нельзя. Поэтому цель нашего сюжета в данном случае не столько образовательная, сколько демонстрационная. Мы не собираемся учить вас правильно работать, хотя уверены в том, что наш видеосюжет способен помочь вам во владении всеми нюансами технологии. В гораздо большей степени мы хотим показать вам, насколько действенны методы «Paintless Dent Repair», и насколько прост сам процесс выправления вмятины, при условии, что за выполнение работы берется подготовленный профессионал. Ну а вначале, как обычно, давайте познакомимся с инструментальной базой. В комплект ручного инструмента и необходимых для работы аксессуаров, позволяющих мастеру ремонтировать вмятины различных размеров в труднодоступных плоскостях, входят Крючки или рычаги. Это основной ручной инструмент различной конфигурации с различными окончаниями – округлыми, плоскими, ножевидными и так далее. Различный также диаметр и изгиб стержня, что позволяет производить воздействие под разным углом. Применение того или иного рычага обусловлено размером и местом расположения вмятины. В каждом конкретном случае и на различных этапах ремонтного воздействия подготовленный мастер выбирает для работы определенный рычаг. Нож для снятия герметика. Лампа 12 Вольт с вакуумным фиксатором, устанавливаемая под любым удобным углом и показывающая дефект. Ее свет, отражаясь на лакокрасочном покрытии в месте дефекта, принимает отличительные формы. Для работы с дверью применяется защитный экран, который вставляется в межпанельное пространство для защиты стекла. Специальными расширителями это пространство увеличивается. Тем самым мастер получает возможность производить ремонтное воздействие, не разбирая дверь. Расширитель дверных панелей. Втору пластовый отбойник для устранения внешних повреждений, то есть для осадки металла без повреждения лакокрасочного покрытия. В комплект аксессуаров также входит опора для работы с крышей. Она фиксируется в дверном проеме. Опираясь на крючок, мастер может в удобном положении применять инструмент. Производить работу с внутренней стороны крыши через дверной проем. Съемник-клипсодер для демонтажа обшивки. Фиксатор двери в приоткрытом состоянии. Применяется при выправлении вмятины в двери. Дверь остается открытой под нужным углом. Телескопический подкапотный амортизатор. Применяется для того, чтобы при работе с капотом держать капот в приоткрытом состоянии под определенным углом. Устанавливается на твердую опору, фиксируется с помощью крючка. Комплект специальных сверл под инструмент определенного диаметра. Они применяются в том случае, когда невозможно произвести ремонтное воздействие через штатные технологические отверстия. Мастер в удобном для него месте делает сверление, в которое впоследствии устанавливаются специальные заглушки. Таким образом, на кузовных панелях не остается никаких следов ремонта, эстетика кузова не нарушается. Комплект заглушек. Универсальное сверло-фреза для высверливания отверстий различного диаметра от минимального до максимального. Мини-лифтер для исправления вмятин, к которым нет внутреннего доступа. Устанавливается на вмятину. Компактность и удобство инструмента, который применяется в ремонте, позволит выполнять работы не только стационарно, но и на выезде непосредственно к заказчику, что, естественно, является огромным плюсом. Прежде чем приступить к работе, оцениваем степень повреждения и определяем пути и шаги ремонтного воздействия. Демонтируем обшивку. Устанавливаем лампу под удобным для наблюдения за поведением вмятины углом. Основой технологии является принцип восстановления поврежденной поверхности за счет воздействия с внутренней стороны детали. Металл имеет свою молекулярную память, которая и позволяет устранить вмятины на кузове без покраски, если соблюдены следующие условия. При повреждении отсутствует подтянутость металла и нет повреждения лакокрасочного покрытия. Важно! Крупные сколы, глубокие царапины не позволяют обеспечить полного восстановления и требуют обычных покрасочных работ. Оценить приемлемость той или иной технологии ремонта в каждом конкретном случае можно только в виде повреждения. Инструмент позволяет добраться до поврежденного участка через технологические отверстия в кузове автомобиля и путем выдавливания придать поверхности первоначальную форму. Каждый крючок, как мы уже отметили, предназначен для определенного места. Каждый мастер индивидуально определяет в каждом конкретном случае, каким инструментом работать в зависимости от формы, размера и расположения вмятины. На начальном этапе мастер ищет удобный для работы доступ к вмятине, воздействует на нее, проверяет и смотрит, как она себя ведет при том или ином нажатии изнутри. В первую очередь мастер должен видеть дефект на кузове. В этом ему помогает лампа. Первоначальный анализ данного повреждения показал, для того, чтобы получить более удобный доступ к вмятине, нужно снять задний фонарь и производить ремонтное воздействие через штатное посадочное место правый задний блок фары. Снимаем фонарь. Неизбежно возникают напряжения металла. Снимаем напряжение посредством фторопластового отбойника. Обстукиваем отбойником вокруг дефекта. В некоторых местах металл поднялся. Его надо опустить. Производя технологическое давление на место повреждения определенным инструментом с внутренней стороны, мастер тем самым помогает металлу приобрести первоначальное положение, которое было до повреждения. Специальная подготовка и постоянные практические занятия позволят мастеру стать специалистом в ремонте вмятин без покраски. Находя инструментом внутри полости оптимальное место воздействия, мастер давит этим инструментом, тем самым убирая вмятину. Можно сказать, плавными технологическими нажатиями инструмента делается массаж поврежденному участку. При появлении выпуклости, возвышенности, бугорка он осаживает металл фторопластовым отбойником. После ремонта не будет видно ни следов ремонта, ни самой вмятины. Важно! Для мастера самое главное – это найти удобный доступ к вмятине. При отсутствии доступа применяется иная технология и используется мини-лифтер. Мы продемонстрируем его чуть позже. Вмятина удаляется на любых плоскостях, в том числе и изогнутых, и на ребрах жесткости. Лампа нужна для постоянного наблюдения за местом повреждения. Лампа удобна в работе, она мобильна, устанавливается под любым углом, под угол зрения мастера. В данной технологии крайне важно все хорошо видеть. Мастер устанавливает лампу таким образом, чтобы наблюдать вмятину, видеть искажения поверхности и то, как вмятина выправляется. Обстукиваем вмятину. Второпластовым отбойником мастер осаживает обратную вмятину, выпуклости, чтобы не облупилась краска. В определенных моментах, в зависимости от удобства и необходимости, меняем ручной инструмент по мере того, как вмятина выправляется. Окончание рычагов обматываем для того, чтобы, во-первых, не повредить поверхность, а во-вторых, для того, чтобы увеличить площадь воздействия. Используем обыкновенный скотч на тканевой основе. Меняем инструмент. Помогаем рукой через отверстие крепления заднего фонаря. Меняем точку расположения светильника, чтобы было видно степень повреждения. Продолжение следует... Обстукиваем вмятину. Осталось совсем немного и снова обстукиваем. Вмятина совсем маленькая, ее практически не видно. Пристально вглядываясь, мастер видит, как отражение света на лакированном повреждении восстанавливается, то есть устраняется дефект. Вмятина выправлена. Для того, чтобы полностью устранить следы ремонтного воздействия, проводим финишную полировку. Двухтысячный абразив с водичкой. Двухтысячный абразив с водичкой. Дано ну а там. Призл Focus. Перед Используя абразивную пасту, проходим машинкой. Ремонт закончен. Вмятина устранена в предельно сжатые сроки. Не потребовалось демонтировать крышку багажника, проводить арматурные работы, шпатлевать, грунтовать, подбирать краску и окрашивать зону ремонта. Существенное сокращение времени на ремонт дефектов покрытия по технологии Paintless Dent Repair является ее непревзойденным преимуществом перед обычными методами жестяных работ. Ремонт подобного повреждения по технологии Paintless Dent Repair в среднем мог бы стоить около 4000 рублей. Сравните эту сумму со стоимостью проведенных работ по полному циклу. Выгода и для автовладельца, и для сервисной станции налицо. Теперь давайте посмотрим, как проводится ремонт по технологии Paintless Dent Repair с использованием мини-лифтера. Для того, чтобы обеспечить плотное приклеивание пистона к ремонтируемой поверхности, проводим ее тщательное обезжиривание. Также обезжириваем пистон. Специальным пистолетом наносим клей. Устанавливаем пистон на центр вмятины. Производим это очень оперативно, поскольку клей быстро застывает. В течение 10 минут происходит процесс полимеризации. Пистон довольно хорошо держится. Создается достаточная адгезия для того, чтобы выправить вмятину, но и не нарушить целостность лакокрасочного слоя. Важно! Применять данный метод для выправления вмятин на старых машинах, на машинах с небольшими повреждениями лакокрасочного покрытия, надо крайне осторожно. Не допускается применение данного метода на участках с поврежденным лакокрасочным слоем. Устанавливаем мини-лифтер. Уменьшаем люфт, подкручивая регулировочный винт. Плотно фиксируем лапки. Подтягиваем. Образуется люфт, поэтому опять подкручиваем регулировочный винт, чтобы его устранить. Свободного хода быть не должно. Пистон отстреливает. Удаляем остатки клея спиртовым раствором. Как видим, целостность лакокрасочного слоя не нарушена, а вмятина значительно уменьшилась. Повторив процедуру несколько раз, можно устранить вмятину полностью. Но мы продолжим выправление, используя рычаги, для того, чтобы продемонстрировать вам их работоспособность в любых плоскостях. Устанавливаем амортизатор. Нижняя часть должна быть неподвижной. Ее можно даже установить на землю. Благо, телескопический амортизатор выдвигается на полтора метра. Главное, чтобы капот не ходил при работе. Крючком жестко фиксируем капот, притягивая его к амортизатору. Легкими плавными движениями выправляем вмятины. Обстукиваем. Берем маленький крючок. Меняем инструмент. Вмятина полностью удалена. Следы ремонта устраняем полировкой. В данном случае полировка минимальна. Опять же, двухтысячный абразив. Немного полировальной пасты. Вмятина устранена, следов нет. И опять-таки, ремонт проведен в предельно сжатые сроки. Без привлечения арматурщиков, жестянщиков, колористов и маляров. Ремонт эффективный и экономичный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Благодарим за помощь в проведении съемок торгово-технический центр «Тойота Центр Кунцева» и компанию «Толара». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА